Много миллионов лет назад, когда на земле еще не было ни цветковых, ни хвойных растений, леса состояли из древовидных папоротников и родственных им хвощей и плаунов. Климат был теплый и влажный. Стволы древовидных папоротников, упавшие в воду, засыпанные илом и песком, оказывались в условиях высокого давления и недостатка кислорода. Они не перегнивали, как стволы, упавшие на поверхность почвы, а постепенно превращались в каменный уголь. Особенно интенсивно этот процесс шел в период палеозойской эры, называемой каменно-угольным или карбоном. Название карбон обусловлено тем, что каменный уголь состоит в основном из углерода, который по-латыни называется карбониум. Современное человечество активно добывает каменный уголь как открытым способом, там, где угольный пласт проходит близко к поверхности Земли, так и шахтным способом в тех местах, где каменно-угольный пласт залегает на глубине. При сжигании каменного угля освобождается энергия Солнца, накопленная древними папоротниками в своих телах при фотосинтезе и миллионы лет хранившаяся в каменном угле. Иначе говоря, при горении каменного угля мы получаем в виде тепла и свечения энергию Солнца, отданную им на Землю миллионы лет назад. Продолжение следует...